Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Я управление, да, я. У нас сейчас небольшой видео урок, как правильно работать и склона. Вот мы пришли к склону, которая называется Друмью. Вот мы подходим к ней, немножечко увеличиваю скорость, как было, если я это 130-140, подхожу, и вижу, что работает планера с правой стороны. Делаю разворот, воздавляя скорость до 120. И вдоль склончика начинаю гулять. Поиском мест, где все-таки есть подъемчик. Ветер был сильный, а сейчас мы всего лишь 16 метров в час, поэтому мне не так просто будет сейчас. То есть, если до этого как-то я показывал видео с шабром, когда, эх, энергия масса, там, пришел на склоны и людей, то сейчас все посложнее. Вот, тут важно держать скорость. Не очень высокую, но и не очень низкую. То есть 120. В данном случае некий компромисс. Сейчас канадочка у нас слева, я откажу от склона немножко. Почему? Потому что позволяет, с одной стороны, не слишком быстро лететь. Кстати, чем выше скорость, тем больше снижение. А во-вторых, позволяет безопасно лететь, потому что скорость у нас в процессе полета гуляет. То есть не только за счет того, что мы там нос опускаем или поднимаем. Естественно, вот я сейчас опущу нос, скорость возрастет. Подниму нос, скорость упадет. Но в том числе и восходящие и несходящие потоки. То есть восходящий поток у нас скорость увеличивает. А нисходящий поток довольно резко скорость уменьшает. Поэтому мы, например, летим на планере вдоль склона на скоростью 120. И попадаем в резкий нисходящий поток. Планер встречный. И вот там скорость, в случае скорость чпок, и уже 100. А вдруг 90. И это уже будет очень плохо. Вот здесь это шамнифтодим немножечко хорошо поднимает. Могу в нем дальше змейки работать. Но хочу на канадку показать. Поэтому немножко пройдусь на повышенной скорости. Сейчас верхняя станция канадки. И на нас поплывет. Видите, здесь восходят. Турбулентность довольно предполитичная. Ух ты жё. Вот она, канаточка. Вот люди. Поднимаются наверх. Гуляют по горам. Ты машешь им, да? Да. А не, он тоже машет? Не, не, наверное. Верно? Слева слева. Вижу слева планер. Слева планер по спирали работает. Ну, я не хочу по спирали, я хочу в Дельскона, потому что это, в данном случае, вам красивее. А мне тоже приятнее. Ну вот. И вот сейчас мы только что недавно проходили эту часть склона. Она не работала. То есть я проходил, не тянула. Было 16 км в час, там ветер был. И сейчас вот то ли порыстрился, то ли что. Дворчики показывают прибор. Ну, я радуюсь, что да, вот всё хорошо. Сейчас чуть-чуть на склон доворачиваю. И сразу же разворот влево. Будут стараться, например, развернуться в подъем. И, во-вторых, не вылетать из зоны динамического потока. То есть разворот на 120 плотный, с хорошим креном. Вот раз. И видите, мы на этом вираже не вышли из зоны восходящего потока. И продолжаем набор склонов. Была у меня однажды история, когда я был таким молодым ещё великим пилотом. Но я летал на хвосте у Клауса, моего учителя, в группе из там 4-5 планиров. И вот однажды дедушка Клаус, дядюшка Клаус, ох, вот он красавец. Он повёл группу и был такой, я отставал постоянно, у меня был планер стандартного класса. Народ летал на закрывочных таких, более навороченных планировочках. И я немножечко всё время капельку вижу, да, на переходах отставал от них. И тут мы летим вдоль красивого склона. Здесь динамик небольшой, и я облизываю этот склон. И тут там метр-два-три я вижу, что я наконец-то догоняю хвост группы. Так они меня периодически ждали, и я такой радостный. Ура! И облизываю этот колуар. И думаю, так, надо помедленнее лететь, чтобы побольше набрать. И вот моя скорость порядка 100 километров, где-же 110 километров в час было, может быть, 105. Точно помню, потому что перед вот этим ударом посмотрел. И только бах-бах-бах, вон птичка какая красивая, бах-бах-бах. Получаю я мощнейшую несколько дня, метра три. И от моей скорости не остаётся ни шиша. Километров 90-85. Но вот хуже того, я лечу в склон, потому что я летел в таком кулуаре, я летел в закрытую, такая закрытая конфигурация получалась. То есть я летел немножечко на склон. Мне нужно от склона отворачивать, а у меня скорости нет. И я сую ручку от себя, пикирую на ёлке, одновременно отворачиваю по мере набора скорости. Ну хорошо, что три метра так и остались этими три метра, и там больше ничего страшного не было. Но в целом, скажу я вам, ощущение малоприятное, вот когда на тебя прыгают ёлки. Поэтому я принял за себя золотое правило, никогда не ронять скорость ниже 120 при работе у склона, потому что это просто небезопасно. То есть 120 это ещё хотя бы какой-то, ну не хотя бы какой-то нормальный шанс у тебя приличный запас. А если я турбулентного склона, если я склон не знаю, если я первый раз там 130-140, то есть, опять же, есть такое понятие разведывательный проход. Ты подходишь к склону, делаешь первый проход, смотришь как там вообще-чё, и после этого можно спокойненько там дальше чем-то заниматься. Видите, мы на хвосте. Я специально вам держу планер, стараюсь в кадре держать. То есть, конечно, он, наверное, не рад к такому, но он видит, что я всё-таки двухместный. Или инструктор, или ничего не пилосирует. В данном случае инструктор, так бы он боялся больше. Так, ну что, ну давайте я вам проходик сделаю, вот эта система, называется паркур. Можно сейчас... Почему паркур? Потому что они паркурят. Я сейчас такой сделаю быстрый проход на юг у склона, по склонам. Сейчас у нас ветер 35 км сейчас правый борт. В общем-то, скорее всего, везде практически будет подымать. И вот сейчас, я не знаю, зачем мы с нашим другом летали по кругу, когда вот так вот прёт со страшной силой. При такой энергетике легко летается. То есть, склон, ветер, свои 180 лети спокойненько, можно и 200. И радости в жизни. Вот, турбулентность довольно высокая, поэтому я чуть-чуть сбрасываю скорость. Скорее того, что планер, когда он в зелёном секторе, вряд ли развалится. А вот в зелёном-то уже может его и потрепать. Чем выше скорость, тем больше реакция планера на турбулентность. То есть, если есть, например, ножницы классические, восходящий поток, нисходящий поток, то чем быстрее мы проходим эту разницу, тем больше нагрузка на планер, который перестраивается в этот момент с одного угла, так и на другой. Вот. И чем мне нравится облако прямо по курсу? Дело в том, что у меня есть очень такое ощущение, что там может стоять волна. Почему волна? Вот смотрите, я сейчас на него курс беру. Правее облако хребет длинный. На него по долине натекает ветер. Там, возможно, местное усиление ветра. Ветер достаточно хороший, 28 км в час. И форма облака характерная такая вот. Вот я вот, что-то мне подсказывает, что можно там поковыряться и попробовать взять волну, как мы вчера взяли. Ну вот, смотрите, я дошел до более лыжокого рельефа. И теперь вот проход до рельефа, скорость 180. Какое удаление от рельефа держать? Ну, во-первых, именно вот в этом месте мой инструктор Риджис, у которого я летал, замечательный инструктор, в 2013 году, в 2012 весной. Вот он меня гонял по этим скалам и говорил, Игорь, ближе. Я говорю, Риджис, я сейчас, извиняюсь, обкакаюсь. Он говорит, ничего, пока я с тобой, ничего случиться не может, потому что я же тоже жить хочу. Только у них ко дня поймали. Вот. И учил меня работать близко к рельефу. Но это потом мне в жизни многократно пригодилось, по той причине, что иногда склон просто не работает на некотором удалении. То есть вот близко работать. Сейчас никакой необходимости так близко лететь нету. Но это просто вот для видео больше. Так вот, ну не работает склон и все. И тогда приближаясь близко к склону, есть шанс набрать высоту. А далеко нету. Ну, поэтому нужно умеет летать близко. Но это не значит, что нужно прям, прям вот, не умея, может, я себе их набрать сейчас, ну, ладно, не хочу я. Не умея соваться и кричать вот вам там, Волков сказал, что надо летать близко. Я тут сейчас убьюсь, но буду летать близко. Нет, этот процесс постепенный. И самое главное, что важно полетать с инструктором, и склон должен показать, насколько же может быть разным удаление склонов, зависит от разных обстоятельств. кто-то такой, что вы сумасшедшие поточище. Везде прет, никак я не могу вам опять по рельефу полетать. Вот. Сейчас по этой чашечке пройдусь, там на дна не планер стоит. И в этой чашечке мы сделаем забор, который позволит нам уже дальше прыгнуть на вот эти облака, которые меня интересуют. С волновой точки зрения. Ох, ты ж бля. Под правое крыло жахтало. Вот почему нужно... С волновой точки зрения. Ох, ты ж бля. Под правое крыло жахтало. Вот почему нужно... На скорость. Ножницы. Слева потока не было, под правое жахтало. И получилось, что пришлось так ручку давать. Жестко вправо. Вот это тут должна быть реакция. И, конечно, в таком месте я же не лечу 120, как вы видите, я лечу 150. Просто потому, что я не знаю еще, какая здесь обстановка мете. Я знаю, что где-то может поднимать, где-то может опускать. Поэтому всегда первый разведывательный проход желательно проводить на повышенной скорости. И это позволит вот таких вот в таких ножницах остаться целым и не быть брошенным на склон. Соответственно, почему эти ножницы возникают? Давайте мы в том месте еще раз летаем. Где-нибудь так раком поставила. Значит, дело в том, что не всегда поток идет прям стереться по склону. Иногда около самого склона потока нету. А поток срывается, ну, например, вот есть какой-то перегиб склона и оттуда срывается поток, а у самого склона его нет. И вот в этом случае, если крыло попадает в поток, а второе крыло попадает не попадает, то очень большой получается момент на планер разворачивающий. и действительно может бросить на склон. Такие случаи не один раз были в моей практике. Поэтому про это очень часто мой учитель Глаус рассказывал. И особенно это характерно вот такую осеннюю погоду, когда над горами часто стоит, ну, вообще часто существует такая инверсия, которая запирает потоки, не дает им идти вверх. Но это не сегодняшний случай. Вот. И в этом случае очень ярко развита вот эта вот ситуация с броском на склон. Ты что тут смеешься? А? Ты хочешь еще в эти ножницы, разочек? Ну, вот смотрите, вот сейчас видите, перегиб скалы, вот я думаю, что там сгут наши ножницы. Ну-ка, еще разочек. Эть! Есть разворачивающий. Ну-ка. Больше таких люлей не дают. Ну, вот такое коротенькое видео про то, как летается у склона. К сожалению, мало получилось склона, больше такого-то отвлеченной темы разговоров. Вот. Но самое главное, что нужно понимать, что склон это классная штука вообще, бездная энергия. Туда можно при наличии ветра на склон можно всегда прийти, заправиться энергией и летить на следующие. И вообще, ветерные горы это очень замечательное впечатание. И только нужно немножко думать всегда, откуда этот ветер дует, почему так дует и прилетать туда-куда правильно. А правильно это на ветренную сторону холма. А если хочешь найти волну поймать, то на ворот, в ротор, за холм. В общем, много всяких вариантов, этому нужно учиться. Вот. Ну и это вот. моя работа. Задавайте вопросы, буду рассказывать. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok